Выступление творческих коллективов открыла Ночь искусств в музейно-выставочном центре. Своё творчество подарили собравшимся полюбившиеся ансамбли города. Участниками четвёртой всероссийской акции Ночь искусств стали и взрослые, и дети. Лозунгом «Ночь искусств» в этом году выбранные слова «Искусство объединяет», но в них заложен глубокий смысл. Ведь искусство – это такая ценность, наверное, уникальная ценность, которая может объединить всех. И сегодняшний вечер это доказывает. Искусство может объединить двух единомышленников, коллектив, страну, город, многих. И я рад, что вы сегодня пришли объединиться на нашу всероссийскую акцию Ночь искусств. Всех, кто 4 ноября пришёл в музейно-выставочный центр, ждала насыщенная программа. Сотрудники МВЦ подготовили для горожан две новые выставки. На одной представили рушники, на другой – костюмы народов, проживающих на территории Пензенской области. Об особенностях каждого национального наряда гостям рассказали во время экскурсии. Подробно остановились на цветовых гаммах, обязательных элементах одежды и украшениях. Вообще у нас на выставке звенят громче всего именно чувашки. Ну, это на самом деле так. Например, при раскопках прото-чувашского могильника было найдено женское погребение, так из него вытащили всевозможных металлических элементов оформления костюма, внимание, на 60 килограмм. Понятно, что лежала она там в праздничном костюме. То есть девушка-то в этом костюме не стояла красиво где-то в стороне. Шла в хоровод, плясала, ну, рыцарский доспех так на себя надела и пошла плясать. Во время мастер-классов, в которых участвовали и взрослые, и дети, сотрудники городского музея открыли секреты создания народных кукол и научили плести обережный браслет в технике наузы. По народному поверью, он способен защитить от порчи, избавить от болезни, привлечь удачу и богатство. Сделать оберег несложно, он плетется из узелков. Наузы были разные на здоровье, на удачу, на богатство, на долголетие. А плелись они очень просто. Берете ниточку, перегибаете ее пополам и начинаете один под другим завязывать узелки, приговаривая, например, на каждый узел на здоровье, на здоровье, на здоровье, на здоровье. И так плетете до тех пор, пока длина вашего браслетика не достигает, собственно, обхвата запястья того, кому вы хотите этот браслет презентовать. На втором этаже музейно-выставочного центра работал импровизированный музей одной картины. Горожане познакомились с произведением пензенской художницы Анны Тимониной «Тишина». Рядом гостям была представлена выставка, посвященная столетию комсомола. Один из экспонатов, написанный в 1985 году обращение ветеранов стройки к потомкам, предоставила городскому музею Татьяна Постнова. Здесь, значит, обращение, потом, значит, фамилия, имя, отчество, подпись этих людей. Вот. И с левой стороны написано, кто он был в годы войны. Допустим, водитель бронетранспортера, потом, значит, командир Мичиновского взвода и так далее, и так далее. Никого из этих, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семи человек уже нет в живых. Но я и многие комсомольцы стройки их знали лично. И поэтому я горжусь тем, что сохранила эту реликвию. Выставка, приуроченная к столетию комсомольской организации, будет работать в музейно-выставочном центре до 15 ноября. Затем здесь планируется открыть экспозицию этнокостюма. Такая идея у сотрудников музея родилась во время подготовки к акции «Ночь искусств». Да и горожане проявили огромный интерес к национальным костюмам. Елена Степкина, Денис Дубицкий, телерадиокомпания «Заречный». Продолжение следует...